Будучи замужем, нашла просто космического партнера, хочу идти к нему, но при этом не хочу обидеть мужа, остаться с ними друзьями, так как есть общий ребенок, как это разрулить? Но вы должны понимать, вот смотрите, как бы в нашей идеальной картине мира это очень классно, да, остаться друзьями, со своим мужем, вы должны понимать очень простую схему. Вы женщина, он мужчина, если женщина принимает решение уйти от мужчины, что в принципе и наоборот, тот от кого принимает решение уйти, а если вы его уже реально принимаете, он будет это воспринимать в любом случае плохо, вот в любом случае, поэтому если вы такое решение приняли, вот на самом деле приняли, задача это обозначить. И чем раньше вы это сделаете и смелее, вот если вы готовы взять ответственность за то, что вы уходите, непонятно на самом деле до конца, куда вы уходите, кому уходите, это всегда загадка, да, то есть у вас сейчас есть чувства, эмоции, там какие-то истории свои внутренние, но это же темная книга, это пока только ваше представление о том, кто это, да, это пока загадочный герой и тем он и интересен, вот, потому что он загадочный. Это непрочитанная книга, вот, вы берете на себя ответственность и вы говорите, дорогой, нам нужно расстаться, и вот, пожалуйста, психологи на эту тему говорят всегда очень простую информацию, не надо рассказывать какой-то хороший там, это и мужчин и женщин касается, просто надо сказать, все, мы расстаемся, и отрезать. Это первое. Второе. Важно понять, что вначале вы точно не будете друзьями при условии того, что параллельно так не случилось в вашей жизни, что вы к этому вдвоем пришли. То есть вот если вы пришли к этому вдвоем, то такие случаи есть, когда люди нормально расстаются. Если к этому пришли, только пришла одна сторона, вторая сторона точно будет недовольна, вы должны это понять. Ну, представьте себе, что ваш муж приходит и говорит, ты знаешь, дорогая, я встретил другую, я ее страшно люблю, но у нас с тобой общий ребенок, давай останемся друзьями. Да иди ты нахуй, скажешь ты ему, иди, я тебя не тушит друзьями, пошел отсюда. Это нормальная абсолютная история, вначале идет агрессия, обида, посчитайте все эти этапы, которые переживает человек. Агрессия, обида, непринятие, принятие, торги, когда он пытается с вами договориться, потом он начинает вашантажировать, он испробует разные способы. И вы должны понимать, что если вы на самом деле готовы уйти, то это надо сделать максимально резко, насколько это возможно, без всяких усюсюканий. И друзьями вы, скорее всего, не останетесь вначале так точно. Потому что вот эта история про мы останемся друзьями, ну, кому вы врете, но не останетесь, вы друзьями. Если вы хотите новых отношений, будьте настроены на них. Это не означает, что вам надо быть свиньей по отношению к партнеру, но как только вы включитесь в историю его успокоений, выяснения с ним отношений и прочих штук, ну, это будет вам беда. Лучше не начинайте, лучше просто догуляйтесь со своим бойфрендом еще какое-то время и спокойненько возвращайтесь в семью. Возможно, это ваш случай, я не знаю. Но надо понимать, что вот эта история про жизнь, где мы все дружим, ну, она очень чревата, очень чревата. И к этому способны прийти только зрелые личности и, как правило, через терапию. То есть, когда он работает с психотерапевтом, вы работаете с психотерапевтом, мы думаем о себе значительно лучше и о своем психическом состоянии, нежели оно есть на самом деле, особенно в такие периоды. И то, с чем мы сталкиваемся в такие периоды, значительно сильнее, чем мы себе это представляем. Это я вам могу точно сказать. Поэтому, ну, как бы вот так. И однозначно ответ на этот вопрос нужно искать у себя, себе, с собой, со своим психотерапевтом, а не в прямом эфире со мной. Это тоже важно понимать. Потому что если вы этого не понимаете, то, поверьте, вы потом такого хлебнете, что будете уже ничему не рады.